Спасибо большое, Ирина Анатольевна. Коллеги, я полностью согласен с направлением нашей дискуссии. И хотел бы подчеркнуть актуальность темы, которую мы сегодня обсуждаем. Действительно, слова русофобии и нацизм стоят рядом не случайно. И многие те, кто сегодня закрывает глаза на акты русофобского поведения своих граждан, своих институтов в отношении россиян, они не понимают, не видят, как много сходств между этими двумя понятиями. Мы знаем, есть две составляющие нацизма. Это идея заведомого превосходства одной расы на другой. И методы насильственного истребления и угнетения остальных рас, национальности и этносов. Русофобия, собственно говоря, является в этом плане элементом того поля, которое образует более широкое явление, уже хорошо изученное и получившее юридические правовые оценки во всех, без исключения государствах мира, как нацизм. Мы, исходя из этого, я хотел бы сказать, что вот такие даже в качестве некоторых примеров явления, которые связывают русофобию с деяниями нацистов. Это искоренение, допустим, русского языка. Вы знаете, что делают эстонские власти, когда отказываются включать школьные программы русскоговорящих детей, произведения на родном языке. Совет Европы много раз признавал эту практику нарушением прав человека. Но, тем не менее, русский язык, являющийся для 28% эстонского населения родным, по-прежнему находится в положении дискриминированном. Принуждение к отказу от политических взглядов. Лишение права на жилище. В той же Эстонии постепенно воплощает очень незатейливый план по отъему жилища у наших российских граждан. Им вначале отказывают от выдачи виз, препятствуют в оплате коммунальных и других обязательных платежей за жилье и ждут, чтобы накопилась достаточная задолженность для изъятия этого имущества. У нас речь идет не об олигархах, а обычных гражданах, которые просто исторически имеют семейные и другие связи с Эстонией. В зоне риска сейчас там находятся более 41 тысячи объектов недвижимости. Ограничение на ведение экономической деятельности. Об этом очень подробно говорится сейчас везде. Мы прекрасно знаем, как произвольное бездумное наращивание санкционных списков США и Евросоюза, массовое заморозки имущества приводят к тому, что не только действуют направленные отношения, так называемые, подсанкционных категории, но и в принципе любых организаций и граждан Российской Федерации. Я говорю только об официальных мерах, которые приняты на уровне государств. Но портфолио разных форм ненависти можно расширять другими примерами. Волна нападений на наших соотечественников докатилась даже до Нидерландов. Там в рейсквике избили шестилетнего русского мальчика только по причине его национальности. Таким образом, вот эта вся ситуация, с которой мы сталкиваемся, она во многом и породила, вызвала то обсуждение на заседании Совета по правам человека и принятое решение по его результатам. Это явление, в общем, она действительно требует ряд юридических выводов. Первый. Это акты дискриминации. Вы знаете, что у нас сегодня целый ряд международных конвенций. Я не случайно обращаю внимание к этой форме защиты наших прав. Это конвенция о защите прав свобод человека, в основных свободах 50-го года. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 65-го. Международный пакт о гражданских и политических правах 66-го. Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования. Конвенция о правах ребенка. Конвенция о защите национальных меньшинств. Во всех этих актах существуют механизмы, обеспечивая широкий спектр юридических способов защиты. Они могут, пострадавшие граждане и лица, могут обращаться в национальные суды. Но не столько для того, чтобы, безусловно, получить справедливое решение. Мы понимаем, что оно сегодня невозможно. Но для того, чтобы отфиксировать эту позицию, для дальнейшего уже обращение в международные инстанции. Надо понимать, что хотя Россия не участвует ни в Европейском союзе, ни в Совете Европы, потерпевшие, находящиеся в юрисдикции европейских стран, вправе обращаться в эти инстанции. Определенным потенциалом обладают профильные комитеты ООН. Я хочу напомнить, как это 18 марта 2018 года Катар направил в Комитет по ликвидации расовой дискриминации жалобы против Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов на меры по высылке и запрету на поездки в отношении катарских граждан. Они сумели добиться справедливости. Такого рода механизмы, безусловно, не то, что они должны у нас стоять на первом плане нашей деятельности работы, но, как минимум, мы не должны опускать руки и постоянно вот такого рода решениями, обращениями, действиями все-таки фиксировать все эти факты русофобии. Никто не отменял диалектический закон перехода количества в качество. Я думаю, в этом смысле тоже эта работа даст определенные результаты. Я надеюсь, мои коллеги из правовых блоков Министерства иностранных дел, ну, в общем-то, выскажутся, наверное, тоже в поддержку. Второй вывод, который тоже важен при использовании юридического подхода к оценке вот этих проявлений русофобских, это, конечно, особая квалификация преступлений, которая совершается и украинским режимом, и странными пособниками на почве русофобской идеологии. Преступления, которые совершаются во исполнении дискриминационной идеологии, а мы уже договорились, что именно таковыми является русофобия, они квалифицируются как международное преступление против человечности. Если же будет доказана и специальная цель уничтожения российского народа или его части, это и вовсе геннации. Это, как понимаете, преступления без срока давности, они поражают интересы всего международного сообщества, и все страны, не зараженные этими идеями, конечно, присоединяются к ним в преследовании преступников. Абсолютно правильно, Ирина Анатольевна, вы сказали о необходимости национальных усилий. Поэтому, не вдаваясь в подробности того проекта, законопроекта о противодействии русофобии, который мы вместе с вами разрабатываем, совершенно четко я поддерживаю необходимость закрепления в нашем зароссийском законодательстве понятия русофобия, формирования механизмов предупреждения распространения информации, враждебной к России, многонациональным народу и языку, и установления ответственности за русофобскую деятельность. Я хочу еще отметить, ну, какую-то взаимосвязанность всех этих вопросов, в том числе обсуждаемых сегодня на нашем форуме. Вчера я проводил сессию по правовым контурам российской идентичности, и, понимая, что этот феномен, опять же, вызванный, необходимость его разработки, вызванный сегодня к жизни общей ситуацией, я, конечно же, отметил, что, ну, вот, коллеги, завтра мы будем с Ириной Анатольевной обсуждать русофобию. Это уже само по себе, как бы, объясняет уже сам факт существования российской идентичности. Если не было российской идентичности, не было вот этого понимания, то не было, наверное, бы и таких острых, ожесточенных, разнонаправленных действий русофобского характера. Я хочу обратить еще внимание на то, что именно российская идентичность, может быть, и стоит в центре удара всех этих русофобских усилий. И еще, это не явление. Русофобия – это все-таки феномен. Я не вдаюсь в вопросы философской феноменологии, но я хочу рассказать коллеге, что явление и феномен – это немножко разные, как бы, категории. Если мы говорим о русофобии как о феномене, мы понимаем, что это комплекс сложных явлений, взаимосвязанных, имеющих свою историю, а русофобия имеет очень глубокую историю, мы хорошо это знаем, имеющие огромный диапазон, широкий диапазон форм проявления, но объединенных вместе с тем и действующих в теснейшей взаимосвязи. Вот чтобы этот феномен был правильно нами очерчен, ну, коллеги, мы все юристы, как вы правильно сказали, но здесь недостаточно усилить только юристов. Недостаточно нам прописать, проголосовать, подписать и опубликовать вот этот момент. Это необходимо очень широкое, научное, фундаментальное изучение этого вопроса. Необходимо качественное, высокое по уровню дискуссии общественной на эту тему. Как я неоднократно говорил Ирине Анатольевне, нам надо привлекать сюда и историков, и социологов, политологов, психологов, лингвистов. И тогда мы действительно, потому что мы сталкиваемся с угрозой, которая на будущем, вот сегодня она порождает такие вызовы. Избили шестилетнего мальчишку. Окей, что будет завтра? Мы ему не думаем, что вот нельзя думать, что вот они сегодня дошли до предела. Поэтому это явление, этот феномен русофобия, он требует не только правового оформления и реагирования, он требует такого очень широкого понимания и осознания, под какими угрозами мы живем. Субтитры создавал DimaTorzok